Здравствуйте, уважаемые смотрящие! Добро пожаловать в GTA 5 Majestic RP! В предыдущем выпуске мне удалось избежать похищения, отбивая своего кореша, другая банда меня освободила попутно. По мировому заданию выполнил квест водителем автобуса, отловился по форели и достиг второго уровня рыбалки, прокатился на вертолете по семейному квесту по доставке груза, затем чухнул на новое место ловли, ездил на камбалу, пользуясь плодами второго уровня рыболовства. Однако под конец выпуска снова нарвался на похищение. Но и тут можно сказать повезло, я уже ехал домой, поэтому действия происходили на районе, где я недавно купил недвижимость. Поздравляю победителей в розыгрыше 1000 Majestic Coins! Принимаю участие в розыгрыше в следующем выпуске, не забывай оставить комментарий, в котором нужно указать сервер, на котором играешь, и статик, который начинается со значка решетки и находится в правом верхнем углу. Все ссылки для скачивания, регистрации и промокод для плюшек при старте будут в описании под видео. Всем приятного просмотра! Почти половина уже выполнена. Блин, много-много надо рыбачить. Много, долго и упорно. Вот чем я хочу позаниматься. Вряд ли там какой-то контент будет, все такое, но... В общем, я просто держу в курсе, чтобы вопросы потом не возникали. Откуда рыболовство там возникло и прочие прелести. Так, багажники у нас, удочка есть, палатка есть. Все, больше нам ничего не надо. Ну как ничего не надо? Нам надо в магазин заехать еще. Пачек, ну не знаю, пять, наверное, куплю насадки этой самой. И все, поедем за комбалой, ё-моё. Раз мы в ту сторону едем, я хочу еще, кстати говоря, заехать к этому самому, который квесты дает мировые. Поинтересоваться у него, что там есть. Если у него работенка связанная, допустим, там, с водителем автобуса, каким-нибудь мусоровозом или что-нибудь, чем я, в принципе, уже занимался, к чему у меня есть доступ, то я бы хочу поделать эти квесты. Так, вот здесь этот товарищ. Как раз тут и магазинчик. Сейчас закупимся, чем хотели. Все, нормалек. Так, ага, вот он стреляет кто-то, что ли? Не надо, нам этого не надо. Так, покажи задание, что там, чем промышляешь? Доставка зеленых бумажек. Это инкассатор, да, походу? Деньги на инкассаторах, чтобы получить награду. Ага. Я такое не буду делать. Желания отсутствует. Хотя можно устроиться инкассатором, мне даже не обязательно будет в армию куда-то там подлетать, да? Кто-то машет там, что ли? Тут культяпками машет. Может, помощь нужна какая? Привет. Помощь нужна? Не-не-не, я своих жду. Понял. С ума сходит по-своему, короче. Я за своих не проканал, поэтому в пролете. Так, нам надо будет в магазине закупиться этими самыми, которыми, да, на крючок нам насадками, что ли, как их, где тут, и в разных, скорее всего, точно, пошел. Блин, капец, я их набрал миллион. Ну, ладно, потом, если что, используем. В случае надобности и необходимости, да? И что я хотел сделать? Наверное, я наличкой все-таки сниму хотя бы штетцер, что я все потратил. Вот. Все, штучку мне за глаза хватит. Ну, теперь развлекаемся по полной программе, едем на рыбалочку, и там будем тусоваться, короче говоря. Не знаю, часик, другой, третий, а может быть, для всех бесплатных Majestic Coin'ов там протусуемся. Помощь нужна, браток? Я, короче, на такси работал, а меня как-то здесь просто машина пропала, и мне здесь... Да ты что? Я уже здесь давно кипал, и никак не могу их вернуть, там говорю. Ну, давай, докину, куда надо. Давай, докину, куда надо, прыгай. Метку поставишь? Докинь до этого, да. А то что, человек будет стоять, да? Что-то знает, что там. А ты не знаешь, как тут вообще этот уровень тяжелозный? Какой уровень? Персонажи? Ну, игровой, да. Ну, просто кататься, возиться, но ко времени привязан. Короче, это играть, да играть, и все там очень сложно. Обычно водителям там автобусы, такое начинают, что попроще. Я, короче, че-то пытался устроиться куда-то, я не помню, я давно тут не ходил. Я пытался че-то куда-то устроиться, а мне надо было на права пять пистов брать, а у меня их есть. Поэтому я катался под пистом, у меня уже... Я живу. Так у тебя и денег на права нет сделать? На машину есть права. Мне там на права кого-то, автобусника или на бочек? Ну-ну-ну, я понял. Сейчас с ней вопрос. Тысяча в четыре. Сейчас посиди в машине, сейчас подойду. Так. Снять наличные. Десятку снимем. Наход ноги пацану закинем. Десятку. Может, я сразу тогда в автошколу отвезти эту, где права получают? Ну так у меня же денег нет. А я тебе подкину, деньжат, я снял сейчас банкомат. Давай, спасибо. Ты не голодный, есть, пить не хочешь? Здоров, здоровья как? Ну, это такое мало, красное. Ого. Так ты еще и больной, что ли? Или отравился? Я попробовал бургер поесть, и мне, короче, не есть. Походу, отравился ты. В кармане бургер лежал, мне хочется еще больше купать. Боял бургер. Говорил, а мне надо ничего срочно. Короче, хп еще меньше. Поставь. Так, эмоционально здорово передать ключи, передать деньги. Здесь тысяч. Так, еще торговля. Сейчас, подожди, я тебе попробую еще эти еду вот тут скинуть нормально. Главное, что я здесь не мягкою. Потом мне хп вообще на нулю. Так, это вот так, по-братски поделим. Так, там еще эти бинтики, короче, подлечись сразу. Видишь? Нет, не вижу. А, не вижу. О, возле колеса. Все, жить будешь. Все, спасибо. Что тебя подождать? Я не знаю вообще. Если есть, удобно. Ну, залейте, поинтересуйся, я пока тут покурю. Так. Слышишь, а у меня с дверьми что-то, короче, прикинь? Да ты что? Да дверь закрыта. Как будто она здесь закрыта, а проходки не у нас. А, тебе. Я вот не могу. Прикольно. Что, перезайти можешь? Попробуй, ну. Странно, почему его не пускают в автошколу. Так, надо машинку у меня перепарковать и закрыть по-хорошему. Дисса, не ошибся? Да, да, здорово. Здорово. Спасибо за контент. Зашел. Да не за что. Поиграть. Ты что, с нуля? Да, да. Хорош. Вот, смотрел ты 15 серию. Ну, решил играть. Начал со второй. Со второй смотреть? Да. Хорош, хорош. Что, как успехи? Да потихоньку. Шахтер мне не понравился. Да, мне тоже. Вот, открывай, сейчас хочу до автобусника, конец. Что, бабосики уже накопил? Да, от меня в хвостике прохожу. Вот сейчас в автошколу иду. Ага. Ну там же денежку нужно будет. Да, меня ждали. Показать. Ага. Ну, отлично. В общем, спасибо еще раз за контент. Да, тебе спасибо. Что поддерживаешь. Смотрю с утра перед работой. Ну все, приятной игры. Спасибо. Того же. Спасибо. Ну, пацанчики залетают с кайфом. Отличный вечерок, слушай. Я еще думал, чем позаниматься. На рыбалку, что ли, съездить? А тут вон она что, движуха какая. Ну, в принципе, я думаю, ему там больше ничего и не надо. У него там сверху еще налик останется кое-какое. Еда у него есть, вода есть. На аренду автобуса хватит. Там по пути как будет ездить, в принципе. Колым пойдет потихонечку. Он как раз там наликом сразу падает. Разберется потихоньку, я думаю. Ура, я зашел. Что, заходит? Ну да, заходит. А у меня еще проблемы какие-то были. Мне не запускалось. Ага. Давай пятюню. Все, давай, я здесь буду ждать. А что лучше, CDL-A или CDL-B? Блин. Блин, если честно, я даже не помню. CDL-B, по-моему, на автобус. Ты да пойдем вместе зайдемся, да есть очень. Она что там, по-моему, говорит, описание рассказывает. О, его нету. А, он сдавать пошел, походу. А это не выглядит странно со стороны? Какой-то мужик начал, короче, ему там туда-сюда возить. Я бы немножко, наверное, в шоке был. Если бы новичком зашел. Что там, мадам, кстати? Прикинь, вроде недавно начал. Пару месяцев, три месяца назад. Удительские права. Что бы экзамен на второй этаж? Ко-ко-ко. О, понятно. Что за место? Автошкола, говорит. Ну, понятно, понятно. Давай поинтересуемся, что там за CDL-B, по-моему, нужны были. Блин, забыл, офигеть, хоть убей. Так, хочу получить лицензию категории Drive. Хочу получить лицензию категории CDL. Я на лицензию управленный транспорт, средний категория B-пикапы и грузовики. Категория CDL-B. Понятно. Получил лицензию Drive. Это D-легковой транспорт, категория MOTOTRAN. Выберите... А, вон MOTO. Ну, понял. Но, насколько я помню, CDL-B я брал. B-категория пикапы и грузовики. Капец. Вот сейчас зашел новичок, и я начинаю уже буксовать, короче, по этим даже. Подсказать-то не могу толком. Ладно, сейчас дождемся, посмотрим, что там будет дальше. Я сдал. Там написано было микроавтобусы могут кипитить. Да ты чё? Да. Ну, пойдем съездим к этому, к автобуснику, посмотрим, что он скажет. Ты машину поменял, да? Нет, та же. Так где же другая была? Нет, это же Нива была. Да? Да. У меня что-то, похоже, на джекистике было, потому что ты был на Клонда Спорткаре и прыгал мне там сюда, дергай сюда. Да ты чё? Ага. Вон, с ним пообщайся. Здорово, Лысый. Вон автобус мой. Не-не-не, с ним, короче, через меню, через Е общаешься и потом договариваешься. А, мне надо сначала с таксишки уволиться. Базара нет, поехали. А, ты куда накинешь на карту? Так он мне не сказал, куда ехать. А ты где нанимался туда же? А я не помню, я играл вот в начале лета. Все, понял, сейчас, наверное. Так, такси, такси, таки, таки, строитель, почитали, он. Такси, 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 таксопарк. Походу, там. Все, я уволился. Хорош. Поехали назад, теперь. А сколько тут дешевая машина стоит, чтобы у нас не передвигаться, чтобы они пили? Можешь арендовать первое время, потом, как подкопишь, тысяч за 40, можно нормальную за 50 купить. Что, рыбалка тут прибыль не оберла? Да. Или мне просто, у меня друг рыбачил, даже что-то, хотел как-то. Вот так, объяснил. Для рыбалки же усидчивость нужна. Ну да, там никакого, короче, процесса нет. Геймплей как такой. Ты просто на месте стоишь, три кнопки нажимаешь. На автобусе хоть катаешься. Да я рыбачил на размере, я понял, что это так. Ага. Ну а так, да, наловил, поехал на маркетплейсе, продал ее. Можно жить. А вот, допустим, меси 30-70 килограмм поймал, какой ты заходишь продать? Ну, короче, тут по уровням. Первый уровень, там, форель ловится, она по тысяче примерно долларов за килограмм. Нормально. Ну да. А на сколько арендовать? На час? Да, на час возьми, там, походу, если кончится аренда, тебе окно всплывет, продлить нет, типа. Все, давай, браток, удачи, дальше тебе. А что тут так вообще, по меткам есть? Да, вон, подъезжаешь на синюю метку. Заряжаешься на маршрут и потом по остановкам. Там разберешься несложно. А, хорошо, давай, не за что. Давай, не за что. Есть. Ну все, удачи тебе, братец. Вот такие дела, вот такие вот у нас движухи в Лос-Сентесе. Ну, представь, он такой где-то там, что-то когда-то играл и все такое, и тут бах. Так, заходишь, как незнайка в Солнечном городе, и попробовал потаксовать тебя. Черт не знает, где вообще его там в пустыне вытряхнуло. Интересно, говорит, слышал, да, что говорят? Я думал, у тебя вообще-то что, машину сменял? У тебя какой-то спорткар, типа, был там или что-то в этом духе. Капец. Глюч они из-за, походу. Что-то да заправляемся, чинимся и поехали на рыбалочку. Мыться не буду уже, все равно звуком дошим сейчас машинку. И теперь, чем мы катим в другой конец города, на побережье Камбалу ловить. Меня поправили в комментариях Камбалу. У нас просто в Казахстане Камбала, Камбала ее что-то как-то называли, пофиг. Едем ловить Камбалу. Пацаны. Едем ловить Камбалу. Все нормально. Давай в Казино заедем, а? Крутнем колесо удач, колесо фортуны. Все равно у нее там кулдаун в сутки, по-моему. Лучше сразу в начале игры, а то я вечно потом в конце игры, в конце дня начинаю, на следующий день захожу и все, говорит, нельзя. Машина капец грязнючая, быстро остановится, офигеть. О, я успел. Последний зашел, первый подошел. 960. Капец, да нафиг. 960 доляров, вот такой вот тебе и выигрыш. Можно было не заходить. Ну, в принципе, я в прошлый раз 59 тысяч выиграл, теперь, походу, колесо пустое. Да я шучу. Понимаю, что это рандом, абсолютно. Гарбаки на вертолете подъехали, смотри. Прикольно. Ладно, я на свою любимую мостальшку припаркуюсь. Все, приплыли. Как раз на закате. Все хорошо. Так, нам нужны вот это, вот это. Все остальное нам. Все, пошли рыбалить. До Талова. О, все, пошел процесс. А, я думаю, что не клюет? Я же палатку не поставил. А, нет, клюнула. Хе-хе-хе. Пацаны, у меня рыба на берегу застряла, вытащить не могу. Что сделать, подскажите? Попробуй удочку убрать, я не знаю. Попробуй инвентарь, здесь и телефон взять. Я не знаю, может, как мне ничего, разбагается. Слушай, попробуй икс нажать и отмена анимации сделать. Не, ничего не сработает. То есть нажимаешь икс, держишь, ну там отмена анимации, ничего не происходит? Даже меню не всплывает. Понял. Можешь щелкать тебе? Может поможешь? Не, не помогает. Офигеть. Ну тогда F1 нажимай и реконект делай. Дисо, а ты ли это? Это я. Офигеть, привет. Во, здорово. Слушай, я смотрел твой первый стрим. И, короче, смотрю уже, ну, 16-й получается. Ну какой ты красавчик. Ну, короче, под твоим промокодом я зашел сюда. Да, блин, я так и знал, что я тебя почему-то сегодня вот здесь увижу. Да ты че? Офигеть, че за тема? Слушай, настроение, все, поднялось. Базара нет, спасибо. Вообще красава. Ты на невайзере? Да, не, вот сейчас ее выдернуть хочу. Слушай, ну зацени мою дачеву. Ну так, чисто, вот слева. Да, да, я видел, видел, еще сотрудничайся, какой заряженный там тип подъехал. Блин, че за тема? Слушай, я очень рад, очень рад, блин, тебя был видеть. Спасибо, братец. Красава. Давай, давай тогда, счастливо, хорошего вечера. Давай, и тебе тоже. Спасибо. Вот они, вот они, наши люди подтягиваются. Базару нет. Приятно, приятно, что люди хорошие, адекватные, да, заселяют сервер. Ну, у меня у самого же настроение поднялось. Блин, я зашел на локацию, а зашел не туда, куда мне надо было. Я забыл, что я водителем автобуса работал и вышел там на автобусной станции. Там у меня и машина стоит, доминатор, елки зеленые. Ну, окей. По текущим вопросам, что касается дома и оплаты налога, налог у меня уплачен до 10 октября. Подсуетился, оплатил, в общем, с этим вопросов нет. Что касается персонажей и навыков, у меня по рыболовству хороший прогресс. Я те пачки, которые были, только две там раздал, по-моему. И все, по рыболовству у меня 150 рыбин. Если я выловлю камбал конкретно, я их продам, в общем-то, понятное дело. Но главное, что я смогу перейти на новую локацию, на третьем уровне рыболовства. Уже будем другую рыбу в другом месте ловить. Что еще? А, и денежки у меня, сотрых, 630 на банковском счету и 6600 наличкой. Это, в общем, результат того, что я работал. Ну, естественно, откуда они с неба же не упадут. Ездил водителем автобуса, ездил дальнобойщиком. Ну, в принципе-то и все. Просто там ничего не происходило, я просто катался. Да и тем более я заходил, когда онлайн был довольно низкий, там, после полуночи. Спокойно вообще катаешься, включаешь себе музыку и развозишь все это добро, денежка капает. Вот таким образом я и поднакопил такую сумму. Что я хотел сделать? Кстати говоря, я хочу... На что я коплю? Я хочу, во-первых... Это не конечный результат, которого я достигнуть хотел достичь. Я говорил о том, что я хотел себе в палету, короче, дом прикупить. Если будет такая возможность, мы ее, конечно же, используем. Денег у меня сейчас недостаточно для того, чтобы там недвижимость какую-то прикупить. Будем копить дальше. Это раз. Плюс еще по недвижимости. Я хочу себе прям в городе где-нибудь, наверное, квартиру какую-нибудь, типа апартаменты прикупить. Но это тоже потом в планах. Это касается только планов таких грандиозных, что после чего я буду считать, что уже путь со дна пройден, грубо говоря. И будем уже потом устраиваться на разные работы. Может быть, пробоваться в профессиях, там каких-то полицейских, там еще чего-нибудь в этом духе. Посмотрим, как пойдет. Время, короче, покажет все это дело. Ну и плюс, по имуществу, что я хотел приобрести. По транспорту у меня есть доминатор. Он мне нравится. Я его оставлю, этот доминатор. Нива однозначно останется. И бенефактор Реннер у меня останется тоже. Я продам в итоге вот эти две машины. Бравадо и Деклейс Талиб. И хочу прикупить мустанг еще старого образца. Рел, он там стоит лям 200. То есть там тоже не нужно никаких коинов закидывать, ничего. Это все можно будет самостоятельно заработать. Но придется пахать, пахать и еще раз пахать, как вы понимаете. Поэтому комментарии, которые, типа, что там только автобус, дальнобой. Ну а что? Нормально, я зарабатываю деньги. Я же не показываю, как я час катаюсь на автобусе, там, или что-то в этом духе. Я же наоборот показываю только то, что в основном интересно. Как бы какие-то события, события освещают, так сказать. Так как у нас доминатор черт не знает где, придется вытаскивать Ниву из гаража. Я думал, она тут в гараже, у меня доминатор тот же самый. В общем, что я хочу поделать? Я хочу съездить к товарищу, который еженедельные вот эти мировые квесты выдает. Посмотрим, если у него там водитель автобуса, то будем добивать. Ну, по классике. По классике. Если что-то не то, что нам нравится, то я автобусника докатаю, тогда остановки эти самые. И давно на рыболовство закуплюсь так же пачек сколько? Ну, шесть, наверное, прикуплю. И попробую сегодня закрыть второй уровень, достигнуть третьего ранга в рыболовстве. Это позволит мне съездить на новую локацию, как я уже говорил. Новые места облюбовать получится. Так, Индор. Ну-ка, чё там у нас показываю? Прошлый раз это был эти самые инкассаторщики. Но я пока за это не хочу убраться. Чё по заданиям. Доставщик не Амазон. Говорю, Нью-Йорк Амазон. Вы должны развести посылки на почтальоне, чтобы получить награду. 195 посылок, скорее всего, нужно будет развести. Слушай, это простенькая задача, однако. Вот за это мы можем, в принципе, взяться за работу почтальоном. Заработаем, конечно, там не особо-то много. Но, тем не менее. Мировой квест подвыполним. Для чего я это делаю? Не знаю, ради интереса. Плюс маджистики там какие-то будут капать. Это тоже. Плюс, бонус. Как хочешь, называй. Значит, тогда мне чё надо будет? Ну, мне в любом случае остановки надо будет проехать, наверное, да? Да, наверное, я остановки добью. И потом на работу почтальона устроюсь. Развезу посылки. Если там времечко ещё останется, то тогда оставшееся время. Я освещу чисто рыбалки на Камбалу поедем добивать. Квестик. Не квестик, ранг. Всё, машинку я поставил в гараж. Так, чё тогда, наверное, такси воспользуемся? Я так-то, в принципе, практически никогда не пользовался этим такси. Но, наверное, зря. Народ всё равно тоже таксует туда-сюда. Так, чё, как там. Воспользуемся услугами такси. Контакт такси. Вызов. Наличка есть на руках? А, вон, сразу приняли, смотри. Мортис Расти. Мортис Расти сразу принял. Вызов. Всё, едет. Вон, мы можем, наверное, даже на мини-карте, да, отслеживать его. Чёрт-то знает, откуда едет. Ну ладно, пусть едет потихоньку. Я никуда не тороплюсь. Здорово, брат. Здорово, брат. Здорово, брат. Здорово, брат. Благодарю. Так, а где я? Кто я? Во, нашёл. Ну, слушай. Быстро. Зато быстро доехали. Так, мне нужен будет транспорт всего лишь навсего, да? И всё, больше ничего для этого мне не надо будет. Я так полагаю. Давай проверим. Всё, мне надо было всего лишь транспорт взять. Наличка у меня есть. Заправимся туда-сюда. Всё, докатываем до сотни остановок. С Богом. С Богом. Можно сказать. Вот, ещё и оттуда Камбелу я продолжил на маркетплейсе. Оттуда ещё денежка хорошо так капнула. Несколько десятков тысяч. Так вот, мы потом пообщались ещё с ним. Я потом ещё ездил, семейный контракт отвозил там кое-чё. Пацаны на вертолёте собирались, а я на рыбалке на тот момент был. Я как раз подъехал просто к месту сдачи, а они на вертолёте весь груз привезли. Но, к сожалению, у меня комп завис прям в глухую. Я не смог ни отменить задачу, ни просто остановить запись, чтобы она сохранилась. Поэтому там только микрофона запись сохранилась, потому что AldoCity, прога, на которую микрофон записываю, она при экстренном выключении, неправильном, так сказать, завершении работы, она предлагает сразу же последний файл, несохранённый, восстановить, типа. Это здорово. А вот что касается видео, его можно восстановить, но очень сложно. Там надо софт качать, потом там идёт рассинхрон картинки со звуком. Там это надо будет постоянно подкручивать. Короче, ну ничего там интересного, можно сказать, не происходило. Единственное, там часть контента отвалилась. И потом я на рыбалке уже без записи, мы с ним по душам там пообщались, зажили-были там за работёнку. И всё в этом духе. Хорошо, в общем, с удовольствием провели время. Пять часов до бесплатных маджестиков. Порыбачили и потом разошлись. Кабан звонит. Точно. Алло. Кабанява. Ну, он же звонит. Блин, не могу ответить, прикинь. Может, внизу? Точно. Пошёл. Хе-хе-хе-хе. Кабан. Алло. Алло, кабан. Как там с деньгами? Алло. Как с деньгами? Бам, 1390. Ну чё так мало-то? Ну ладно, на халяву и звёздка творог. Спасибо, кабан. А у нас разве не право- и левостороннее движение? Нет, правостороннее. Кто сказал Ловет? Ну, потому что у меня остановки идут по правую сторону. Логично. А мы в Британии? Нет, мы в Соединённых Штатах. Мы в Британии. Мы сейчас в Британии находимся. В Соединённых Штатах. О, вот там. Вот там далеко-далеко. Вы что-то употребляете? Ну, просто... Такое впечатление складывается. Надо ездить. Да, спасибо. Что-то как-то FAB, да. Привет, медведь. Потерялся немножко. В какой-то Британии. Я даже не знаю, как на такое реагировать. Окей. Лос-Антос такой Лос-Антос. Вангстеры. Ну, что такое? Неужели места мало на дороге? Какие-то вопросы? Имеются. Слушаю. Слушаю. Не выясни. Не выясни. Не выясни. Парсед, езжайте, езжайте. А сколько билет стоит? Билет стоит. Бесплатно. Я не знаю, вон там на пятачке, но там постоянно какая-то возня неадекватная происходит. Там какое-то... Чё-то какие-то мероприятия проходят или чё? Я чуть не пойму. Я чё-то не знаю. Чего-то я точно не знаю. Вот в такое время самое неспокойное для водителя автобуса. Вон, видишь, он ещё как корова телится, этот автобус. И он огромный. Всем, кому скучно, все, кому не лень, крючки вешают на автобусников. Приехал брат наш. Здорово, брат. Какие-то трудности, помочь? Ну и чё, у меня как с этим... Жид? Мне надо остановку эту закрыть. Ладно, продлётся тогда... Другими методами. И аренда кончилась. Ой, смотри, какая красота. Подъезжаю к последней остановке. И у меня как раз 99 из 100. И вот это вот сотая остановка. Прикинь. Надо же. Ой, отлично. Вообще ништяк. Всё, пацаны уже там, кстати, бомбят. Там надо контракт. Они повезли на вертолёте. Надо там ящики передать. В общем, всё прям вовремя, вовремя. Как надо. Сейчас я сдамся этому типу. Закрою контракт, заберу денежку. Всё, круто. Пацанчики уже туда полетели на вертолёте вместе с грузом. И на меня тоже загрузили. Так что мне надо будет только на место выгрузки подъехать. Выгрузить. И вся любовь. Контракт закроем. Так, доминатор у меня прям тут припаркован. Так что, кайф. И едем по семейному контракту на точку сдачи. Ехать, конечно, нормас. Ну да ладно. Поехали. Пацаны уже вылетели, походу. А, их ещё нету. Ну ладно чё. Здесь постоим, подождём пацанчиков. Сейчас подлететь должны. О, наши подлетели, походу. Наши не один. Чё? Или это не наши? А, наши, наши. Толпа целая. Здорово, ребята. Здорово, диск. Есть. Как ты там можешь? Помощь семьи какая нужна, нет? Да нет, чётко всё. Так, по своим делишкам двигаюсь. Я понял, чё ты. Ролик накатываешь, да? Ну, накапливаю. Правильно, правильно. А чё на автобусе-то катаешься? А там контракт у меня оставался, несколько остановок. А, я думал ты решил до конца добить автобус. Да, добью. Я говорю рыбалку ещё хочу открыть дальше. Сейчас Камбала. Там немножко осталось 150 рыбин. И дальше будем. А потом Тунец будет. Это нам для семейных вообще ничего не надо будет, да? Всё продавать смело. Да, можешь всё смело продавать. Понял, понял. Для семейных можешь потом ролики-полгонки поснимать. Загремлю в терягу. За дня нормально всё будет. Ну, посмотрим, чё. Если будет вариант, чё бы нет. Ладно, мы полетели дальше. Всё, давайте. Давай, давай на связи. Давайте, до связи, пацаны. Да, давай, не суда. Успехов. Спасибо. Фигач меня лопает. Вот примерно то же самое у меня и не записалось. О. Так. Это чё за хич? Хе-хе. Хе-хе-хе. 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 Хе-хе. Оно чё взорвётся, да? Чё, пацаны, контент? Не, я сомневался. Базар нет. Ну, поехали на машине туда, или чё? Можешь, это, персусть, что ли, вертый? Да? Ну, он уже дымит, ничё? А мы бы починим его. Давай, попробуем. Да, я сам застрял. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ну, кто-то попаду у вас. Хе-хе. Хе-хе. И всё благодаря кому? Спасибо. Хе-хе. Давай. Хе-хе. 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 Ну, всё, ладно, остановлюсь. Хе-хе-хе. Передес? Хе-хе. 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 Ты там, смотри, финишка, да? Да? Да, потягиваю. Чё? Хлеба, зрелище. Чё ещё надо? Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе. 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 Чудо в перьях. Хе-хе. Еще одну зашел. Хе-хе. 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 Я уже еду. Хе-хе. 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 Отпустила. Рау. Хе-хе. Спасибо, если спешите. Да. Хе-хе. Хе-хе. Лада, Диссан. Давай пока. На встрече. Давайте, пацаны. На связи, да. Ну, всё, пока. Ну, вот и порешали дела наши. Семейные. Хе. Прикольно. Хе-хе-хе. Хе-хе. Обожаю. Ух, у меня колесо дребезжит там что-то. Бампер болтается. Надо подчиниться. А вон рядом с домом у меня как раз мастерская, кстати говоря. Вау, так тут вон какой ремонт. Смотри. Двигатель. Охлаждение. Трансмиссия. Прикольно. Я думал просто визуалочка типа вжух и всё. Класс. Так это ещё и возле дома. Слушай. Прикольно, прикольно. Блин. Надо же. Ну всё, машинку можно в стойло смело ставить. И потом отправимся по своим делам. Значит так. Я готов продолжать вооружствовать. Будем заниматься тогда мировым квестом. Мать его. Почталькон. Делать. Поехали наниматься. И приступим потихонечку. Ага. Мировой квест. Народу сотри сколько здесь напарковано. Жесть. Тут же квест берём. Доставьте. 69. Ну тем более, что мне надо гораздо больше доставить по мировому квесту. Так что это не проблема. Вон банкомёт. Я сразу наличку закину. Чтоб с собой не возить ё-моё. А ну. О, работает отлично. Всё. Поехали. Забираем свой рабочий транспорт. И приступаем к работе. И чё у вас там бригада целая? Да. Чё так веселей или прибыльней? Да. Так больше денег даёт. Да ты чё? Да. Группу делаешь и четвером катаешь больше денег. Прикольно, прикольно. Веселей. Мамин. День. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...